Продолжение следует... 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 После 0.1 обновления G уже было, в принципе, безопасно. Уязвимость обнаруживших специалистов по информационной безопасности компании Contenomic, также независимо от них Neil Mehta, из подразделения Google Security. Именно последний, собственно, сообщил разработчикам OpenSSL Project, что нужно срочно исправить вход. И ребята подготовили полное описание бага и создали сайт headblad.com с точным описанием и разбором кода. Поэтому, если интересно, более точного ресурса, который даст полноту знаний, вы не найдете чем-то. Ну, к сожалению, русского там нет, но я думаю, для вас это не будет проблемой. Сейчас мы немножко разберем код. Да, сейчас мы немножко посмотрим на код. Это, наверное, не так кайфово, как слушать всю эту классную информацию, но зато очень полезно потом будет понять, как же она все-таки работает. На самом деле все строения начинаются вот в этом маленьком месте, и вот тут-то как бы начинается весь самый интересный косяк. Что мы здесь делаем? Мы сначала получаем указатель на данные в записи CLV3, которые, собственно, выглядят следующим образом. То есть, по сути, это обычная структура, описывающая запись, содержащая тип, длину, данные. Ну, и как бы, да, какие-то банды данные, то есть наши данные в случае не интересуют. Вернемся обратно. Структура, описывающая запись, содержащая тип, длину, и все. Вот это самое важное, что нужно сейчас знать. Итак, первый байт записи CLV3 — это тип, так называемое сердцебиение, то есть макрос N2S берет два байта из P и помещает их в P. Вот. На самом-то деле, по-русски говоря, это обычная длина полезных данных. И уже сейчас можно будет внимание, что фактическая длина в записи CLV3 не проверяется. То есть, по сути, это является самой главной ошибкой. Что это даст, мы потом уже поймем. Едем дальше. Далее, что у нас случается? Переменная PL получает данные, сердцебиение предоставленное запрашивающим. И далее, функции происходит следующее. Выделяется столько памяти, сколько попросил запрашивающий. Ну, безусловно, до определенной границы. Но главное, что переменная BP – это указатель, используемый для доступа к этой памяти. То есть, затем. Макрос S2N делает обратное макросу N2S. И берет 16-разрядное значение и помещает его в 2 байта. Зачем он устанавливает ту же самую запрашивающую длину полезной нагрузки? Затем копируется по его байт из PL, предоставленных пользователям данных во вновь выделенный мощи из PP. После этого все это посылается обратно пользователям. Ну и, собственно, где же у нас скроется тогда ошибка? Представим, если запрашивающая сторона на самом деле не передаст по лову байты, как должна была бы сделать на самом деле, и что если PL действительно содержит только один байт? Тогда функция mem copy будет читать из памяти абсолютно все, что было неподалеку от записи из CLV3. Ну и, по-видимому, там, как показалось, хранится очень много интересных довольно-таки вещей. А сейчас, чтобы вам стало немножко понятнее, как это работает на практике, мы посмотрим как раз-таки красивую сторону всей этой фигни. Поэтому мы переходим к такой части, как демонстрация взаимостей. Сейчас Денис нам немножко покажет, как это работает. И, если кто-то хочет, может включить мутбук, попросить, и мы вам скинем прямо сейчас сплойт, и вы его сами протестируете. Давайте. Ой, слайд за шаврой. Я как раз поел. С чем я тебя и поздравляю? Ну, собственно, вернемся к нам. Вопрос изначально, если качается официальных ресурсов, то у вас будет вариация либо скомпилить самостоятельно, либо уже брать скомпильный вариант, он скомпилен по всей оси, по 32-разрядной, по 16-разрядной системе. В общем, на любой вкус и цвет, кто хочет, скачает. В нашей версии мы немножко доработали, сделали два простейшего батника, чтобы не вводить команды. Мы сделали первый батничек — это на копирование, собственно, там по оперативной памяти сервера, и второй — это на VTAS Mini-RSA сертификата с определенного сервера. Как видим, батничек простейший до безумия. Теперь мы открываем, рисуем коров или айпишник, в данном случае айпишник, здравствует localhost. Рисуем файл, ну, то бишь название, он будет создан в этой же территории, обычной текстовой. Можно, конечно, через бинарник смотреть, но разницы никакой в использовании. И, видимо, сразу прилетел трагичек с моего же компьютером неже. В папочке создался волшебный текстовый документ. На данный момент мы можем просмотреть, но ничего интересного в нем не найдем. Половины вообще бинарных, потому что, как никак, оперативку ставим. Ну, а если зайти на мою страничку, если зайти на поднятый небольшой сайт, здесь мы подняли только форму авторизации, ничего сложного, но тем не менее она покажет всю практическую часть с точки зрения, как эту уязвимость можно использовать в данный момент на всех уязвимых серверах. Кстати говоря, есть отдельные очень интересные скрипты, они подняты и на серверах, есть и на своих, т.е. можно проверить на своем компьютере, т.е. делать проверку на уязвимость. Т.е. не просто вставить там и смотреть, скачать, не скачать, повезет, не повезет, но так и проверить. Добрый человек уже зашел, но я зайду еще сам. Мы вводим некие пользовательские данные, пусть это будет волшебный root root. Безопасность 3000. Мы заползли. Так как дамп у нас до сих пор еще бежит, мы открываем все тот же текстовый файл. Сейчас это лошадь, конечно, не детекция, да? В России по обществу. Ну, уже ладно, давай. Собственно, я работаю через инфет у каждого свои вкусы, это без разницы через что искать. Так как в данном случае, чтобы не копать все, мы просто сделаем поиск по той фразе логина и пароля, которую мы видим и знаем. Но, в принципе, если тампим любой другой сервер, делаем очень просто. ПАС работает на 90%, на что никто формы иначе не называет. К слову, сейчас попробуем иногда, получается, честно взять через сайт ключик в сервере. Давай либо Сочи, либо ГИБДД, что народ хочет? Сочи, ГИБДД? В Сочи было некто, ладно. Представьте, что в издательности как минимум год можно было спокойно к юз, никто не знал. И на Сочи есть классная форма регистрации с паспортными данными, фоточку прикладываем. А вы не боитесь то, что вас на юз снимают? Не честно? Нет. Все кофе. А, поэтому... Не уверен, вы не в последних попытались что-то вам предъявить? Да. На самом деле нет, в России все очень просто. Там есть золотое правило, всем насрать. Работает, но, ой. Вот. Поэтому... Нет, чисто для теста можно показать, просто им уже писали, ну, я думаю, писем, наверное, 15 писали в первую неделю публикации взаимостей. Ну, то есть сейчас у них где-то 666 точно должно уже висеть. Но, как бы, факт того, что просто никто не реагирует, опять же, возвращаясь. Классная тема нашей безопасности. Когда пишешь, а, извините, на каком-то сайте иностранным компаниям, они обычно реагируют следующим образом. Это происходит что-то вроде... Да? Ну, мы не понимаем, но все равно объясните, мы будем очень благодарны. Да? Спасибо, конечно, здорово. Классные вы молодцы. В России происходит как? Ты ждешь месяц, потом тебе пишут что-нибудь письмо, типа вроде, да? Да, 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 да. И вообще, как бы, это... Никто не рад тому, что ты вообще существуешь и, в принципе, что-то у них кто нашел. То есть есть вот такая фраза, у нас здравая безопасность, слава богу, что хоть что-то у нас безопасности. Если оно есть, уже неплохо. Да, то есть в России работает почему-то все вот именно таким образом. Не знаем почему, но да ладно, бог то с ним. Вот. А потом я опять же расскажу, приведу небольшую статистику того, как были взаимокрупно известны всем российскими компаниями, и что из этого вышло, и как они реагировали. Собственно, сейчас посмотреть, мы нагло и бессовестно делаем там с оперативной памяти небезызвестного сайта ГИБДД, где люди добрые, обычные граждане могут проверять номера автомобиля, смотреть штрафы, и, к сожалению, эта информация на данный момент и текает, и текает всем, кому не лень, кто может с ней работать. Потому что пока сейчас будет производиться там восстановление России, включая сертификат. Если все это замечательно удастся, то к концу разбора мы все-таки увидим волшебный России сертификат. Ну, а если нет, я думаю, что да. Так, давай, когда судим, перезидим и обратно, я тогда потихонечку продолжу, я тогда расскажу пока про варианты защиты, которые теперь уже существуют, сандартные, не сандартные, так что мы посмотрим, что у нас есть. Так, и последний, Утвар değer political результация. Итак, что у нас есть по защите? Ну, тут пока есть самых стабильных три варианта. Это либо, конечно же, обновление для безопасной версии, либо перекомпликация с флагом. То есть, просто мы отключаем это расширение. Ну, или мы используем аналогу OpenCL, который тоже теперь есть. Мы про него немножко расскажем. Ну, про обновление, я думаю, сейчас пока смысла нет. Это по факту может быть по тем, кто вдруг это не знает, либо тем, кто просто забыл. Я его просто так как напоминал, но я это оставил, чтобы было, потому что, как оказалось, кто-то и не знал. Здесь есть обновление абсолютно всех версий Windows, которые используют только на сервере. Если кому-то это интересно, вы можете подойти, я вам обязательно скину, и у вас будет много. На самом деле я держу на нее тоже, то есть просто на каждом обновлении перебежать в сервере и все. Что же у нас есть из других методов защиты? Это, как я уже сказал, либо перекомпиляция с исключением AdLite, либо аналог. Что за аналог? Аналог — это Libra SSL, это разработчики OpenBSD выпустили безглючную версию OpenSL. То есть они уже давно собирались сделать то, что с нами хотели сделать, но так и не смогли. То есть очистить просто код от излишек, вырезать все, что просто тяжеляет его. Ну и соответственно устранить заодно и дыру. Соответственно Libra SSL — это просто облегченная версия того же OpenBSD без дырок и более быстро работающая. Впоследствии. Мой любимый пункт — это не видео сайта, потому что настолько большое, что я тут просто понял. Я немножко сочетаю, тут у меня есть табличка, кто подойдет, опять же могу дать. Так, чисто кому-то на память, не знаю, в рамках поставить. Но тут просто перечень компаний, самых таких крупных и известных, которые получили отчеты об уязвимости, и что же они сделали. Среди них это было Яндекс, Альфа-Банк, ЛиКиП, Интеркасс, Аэрофайзинг, Банк Анкрытия, Банк Москвы, Яху, iMoneyBank, но я не знал сам, Русский стандарт, ОТП-банк. Что у нас еще есть еще? Еще есть банк Зенит, Руславбанк, Ягбарсбанк. А теперь немного информации. Что же у нас было на почте Яндекса? А были у Зимы сами логины, пароли, почт, можно было слить куки, и они не перевыпустили сертификат. То есть он все промечет. Альфа-Банк. Также не перевыпустили сертификат, и Альфа-Банк — это самые такие классные ребята, они до сих пор отрицают, что их взаимности нет. Вот, хотя... Ну вот что-то как-то вот так отрицать. Логины и пароли пользователей транзакции, наличные данные, те же куки были у Зимы. Ликипэйт. Утекших данных по сути нет, там был только мусор и часть Perl скриптов, но они также не перевыпустили сертификат. Интеркастер перевыпался, у них были уязвимы информация о транзакциях. Альфа-Банк. Не перевыпускал сертификат, но информация о том, что слита, неизвестна. То есть тут они посуетились. Яху... Яху сертификат перевыпустила, да, логины и пароли пользователей, почты, опять же, куки. Они все были слиты. Ну дальше по банкам абсолютно идет стандартно. Они не перевыпускали сертификат, были взаимы логины и пароли транзакции. То есть сам масштаб можно, наверное, представить. Это как бы только по тем ненастучным компаниям, которые, возможно, все слышали. Также есть обязательно иностранные компании, но, опять же, фишка, возвращаемся к тому, что они как раз-таки быстро реагируют и закрывают уязвимость, а у нас такого почему-то не происходит. А кто отчитает Faber, конечно, знает, но не сказать не могу. Ну, конкурс Cloud Player на извлечение своего ключей завершился за три часика. Они заявили, что их сервера неуязвимы. И, собственно, независимо от того, хотели они этого или нет, но их там с разных точек мира покакили в течение трех часов. Первым стал программист Федор Индутный из Москвы, один из главных разработчиков Node.js, да. Вторым оказался, не буду читать это имя, фамилию, я не выговорю, специалистом инфекционной безопасности в Финке. Грубо говоря, так, да, по кибербезопасности, вот. Который нашел ключ примерно за сто тысяч запросов. Наш этот комиссий отправил где-то два с половиной миллиона запросов, чтобы вытащить ключик, но, тем не менее, он это сделал. Про утечку RGD Денис уже скатал на полный раз. Было слито порядка двухсот тысяч карточек. Замазаны, как бы, самые такие фигнатные места и выложено все это в паблик на сайте, что-то типа SOS RGD, что-то там. Ну, чисто так, чтобы они отреагировали. Кстати, после этого они все равно не отреагировали. Я вам абсолютно все равно. Для лиственников всего. И что было самым, наверное, стабильным заявлением, это разработчик программы OpenVPN сам заявил, что OpenVPN тоже дает ключики. Это был единственный человек, который сделал заявление сам, и мы еще и не верили, пока он это сам на своих серверах не продемонстрировал. Итого у нас по России было взаимоплод 10 банков, был платежный систем, 8 VPN-провайдеров. И все это в чем-то время. Идем. И сейчас еще весят. Ну, весят, да, весят. Весят, да, весят. Нет, так, если у нас туда было. Узаимости. Узаимости. Наиба дюристика, как я уже говорил, она была применена и работала порядка двух лет, но при официальной публикации, мне кажется, они продержались, ну, как мне кажется, если точнее, то они продержались с уязвимостями от одного часа до нескольких дней. Потому что платежной системы, несмотря на то, что информация пошла в массы, не только не были закрыты сервера или приостановленная деятельность, но они висели, они работали. Все желающие. Всем класса! У-у-у! Совершенно верно. Чего Денис мне сказал, он пропасил такую гласную вещь, что 1.0.2 бета-версия, она тоже была уязвимая. Получается, что пропатчили 1.0.1, а 1.0.1, а вот эта бета-зывая. Итак, что у нас есть по ссылочкам? Это классная для сначала подложка веб-сервисов, где можно просто протестировать свой сайт на наличие уязвимостей. То есть он просто вам скажет, что уязвим ваш сайт или нет. Самый классный, а? Сойдет он куда-то? Некоторые не сливают, но пока нет Филиппа. Он молодец, он в течение недели обязательно, если ваш сайт уязвим, он его потом напишет сам, то есть, типа, вот ваш сайт сканили, и он уязвим. Ну, в этом плане он хотя бы в открытую идею, в этой идее. Остальные не знаю, остальные не пропустил. Вот, я знаю, что они есть, работают. Ну, просто, были первые дни, Филиппа нагрузили так, что у него даже сайт падал, поэтому я решил запросить остальные тоже. А та вещь, про которую мы не сказали, это очень такая классная вкусность, которую еще пока никто не копал. Это отличная тема, как раз таки, что-то для личного рассуждения и компания, так, дома, там, на услуге обратный хэдблит, что удивительно, был недавно обнаружен. То есть, если мы, например, подменим сервером скайпа, там, вот эти вирусы, еще чего-нибудь у нас свои, обычно слушаем дом. И он имеет в виду в него версия OpenSell, то, соответственно, мы можем просто слушать трафик абсолютно нераскрованный, и много к чему это может привести. То есть, это обратный хэдблит. И теперь опять же такая вкусность. Версия Android какая, Денис? Собственно, Android использует OpenSell. Версия 4.1, если не ошибаюсь, 1, уязвима. И, как сказать, на большинстве этих она была довольно популярна. И на большинстве телефонов, которые морально восстановили, обновление официально уже не предвидится. И на данный момент это одна из самых крупных дырек и последствий, которые, мне кажется, еще принесет очень много интересного, потому что SSL — это не только односторонняя связь, это взаимодействие с сервером, и мне вопрос сертификации не только ключей на сервере, но и на телефоне напишу. Данные с телефона при желании, если очень сильно поиграться, можно будет достать. То есть, собственно, да, ответ для клиента, чтобы вам не сложно было, уже подняли, ReverseHeadBit.com, пожалуйста, туда можно перенаправлять для каких-то программ и смотреть вам этот сайт, и сразу выдать все, что они ему прислали. Ну и, соответственно, ОЗУ, он, опять же, постарается обязательно считать, если там стоит на целой взаимой версии, он считает ОЗУ этого, ну как, получается, что мы считаем ОЗУ клиента, что тоже, по сути, уязвимость. Скрипти на Fusion, то есть, по сути, это сплой, это, знаете, не из первых они, они работают, но не очень стабильно, не очень хорошо. Есть также скрипт на Go, и скрипт на C, который мы вот этим советуем, как отличие, он самый такой, видно, стабильный, самый удобный. Он вытягивает как РСА, то есть, он может быть классный, опять же, репозиторий. Человек просто в определенное время сканит самый, таки, известный сайт и выкладывает все это подобными текстэшниками, еще как-то табличками. В общем, просто можно зайти и посмотреть текущие взаимые сайты, на которых имеется что-то, что могло бы, как бы, иметь последствия. То есть, там либо есть логин, либо еще что-нибудь, что. Библиотека либо ссылочка, ссылочка на статью на сайте OpenPSD про их новый проект. Подробный разбор уязвимости с ручными патчами есть на самом сайте OpenPSL. Вот эта вот длинная ссылка, не думаю, что нам понравится, но если кто-то возьмет презентаж, то ничего с трудного скопировать не составит. Вообще, конечно, можно нагуглить. Там что удобно, там подробно описан код, написано на английском. Опять же, вроде как, проблемы. То есть, он приведен не какими частями, а по поводу лечения. То есть, естественно, его надо было удобнее понять, где там дырка была и что это все-таки такое. А что могу сказать напоследок, это моя, ну, не самая любимая, но одна из любимых фраз. Стива Джобса, как может быть не странно, «Лучшего и пиратом, чем служить в Афлоте». Почему? Потому что только умея, как и сервер, вы сможете его защитить. Только зная взимой через внутри, вы сможете предвидеть ее заранее, защитить ее именно до того, как вы сказали. И вот тогда вы можете себя считать хорошими и безопасными. Когда вы это сделали до того, как это произошло. Да. Ну, в России тенденция наоборот. Хватит за то, что ты прибежал и сказал, «У, знаете, нам там какой-то Вася Петев со школы написал, наш сервер сломали». И он сказал, «Молодец!» И все, он прибежал закрывать. Ну, как закрывать? Через миссис. Кроме этого нет безопасности. Нельзя им продать безопасность? Нельзя продать? Да, никому не интересно. Ну, не скажите, не скажите. А есть обычные... Потери коммерции? Вопрос, как коммерция? Или в районе сомнений? Да, да. Вопрос юридический. Нет, безопасность можно все равно продать. Вопрос. 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 знать все для взлома чтобы защищать сервера это бессмысленно и беспощадно ошибки появляются постоянно мониторить да конечно но ни в коем случае не хай безопасность это процесс беспрерывный беспощадный поэтому скорее правильно реагирует инциденты обновляться вовремя это более приоритетно чем заниматься лайфхаком и прочей прелести для тех у кого из собой машинки можно записать майкишничек и сейчас расслединить особо много то можем кому-то интересным в индивидуальном порядке рассказать показать работу с кодом работу с данными модулями под любую систему будь это линокс будь это винда или яблочная продукция самый главный вопрос ли ответить бразерскому узи честно тебе скажу бразерск включай бразерский уязвим на большинство сайтов уязвимы бразерскому мы написали бразерскому сделали сколько лет вам дарим премиум лет шесть уже есть на каждом я я вам память а там так так и а вообще вообще считаю вот спасибо ребят спасибо Спасибо. У вас еще какие-то вопросы? Можем просто безопасность вас. Вопросы всегда разные. Откажите, может быть, мы хотим, посмотрим, может, сейчас много для этой среды, которые есть. Много для этой среды, в чем? Продавательность. Продавательность. А они продавать деньги. Как зарабатывать деньги на безопасность? С точки зрения данных, которые получили в итоге, того, что исследовали безопасность, или с точки зрения того, что вы не засуществили? Все понятно. Давай не пойдем по округу. Собственно, если смотреть на безопасность, то в России, насколько я знаю, с ней большая беда. Как с точки зрения продаж, так с точки зрения обеспечения. Потому что у нас с безопасностью в более-менее даже крупных компаниях занимается безопасность, но не занимается руководство. Не занимается админ. Админ. И это, на самом деле, очень большая проблема. Потому что, когда руководство не понимает, а что и зачем надо, а то выбить бюджет нереально, обновляться нереально. И единственная вариация, пишем, не пишем, пишем, ладно, к сожалению, пишем, но тем не менее, единственная вариация, это показывать конкретно, что может случиться. Если не на живую, то хотя бы делать аккумуляцию, пин-тестинг и так далее. Потому что с нашей безопасностью мы далеко не уплывем. Потому что даже средние, ну, как сказать, посмотреть известные сертификации, брать, что там, СССР, цех, еще что-нибудь, как сказать, они не наши. Так что наши в безопасности работают, ну, работает кто? Работает ФСБ, не спорю. Работают госорганы, где крутятся персональные данные, потому что их оказывает законодательство. Работают банки, потому что там крутятся деньги. А что-то более-менее важное, оно, к сожалению, у нас с безопасностью обходится очень нехорошо. Как продавая? Пин-тестинг, причем, к сожалению, для системы администратора, мне кажется, стоит делать на инициативе. Продолжение следует... Да, ну, смотри, если это сайт как-то имеется, хоть у кого будет коммерция, то, в результате, нищие, поднимаешь какую-то форму оплаты, и граждан сразу меняются, потому что ты кидаешь на форму оплаты. Хорошо. Чего страшно, фотографии, где веки? Не, вообще. Они в Почту России ездят, просто, это не страшно. Вот. То есть, на самом деле, достаточно просто синусировать ситуацию, когда они реально почувствуют, что информация, марш-точка, это важно. То есть, не просто там запрос поисковый, а, например, те же данные поиски. То есть, реально, если, например, какой-то магазин, как было со мной, мелкий пример, я пришел сюда первый раз в ключ, я был на лекции сам, я слушал про 3D-принтеры, про FabLab Garage, мне понравилось, здорово, классно. Сижу, смотрю, через пару дней я захожу в их группу, смотрю, у них сайт поднялся, смотрю, шаблон, снизу комментарии, на китайском языке, я думаю, что такое. Ну, в общем, оказалось, просто контора, которая делала, решила сэкономить, купила какой-то обычный статический шаблон, и просто сидит, его потихонечку натягивает. А я в телефончике сижу, так и трястю. И нашел XS в поиске. На следующей лекции, когда я читал про скалол длиности, я в конце забросил такую небольшую тему, а читатель про XS вообще. Ну, опять же, там, полный сказал, да, полный сказал, а что это вообще? Ну, так подумаю, так, ну, может быть. Да, понятно, так вот, я в конце тогда продемонстрировал, и им потом обязательно скинул, ну, посмотрите, и они тоже сказали лишь, что, ну, я к ним приехал, говорю, хорошо, представим другую ситуацию. Вместо картинки, классные там анекдоты, код там и так далее, я просто вставлю форму, вставил форму авторизации, перехватил форму авторизации сразу, и он встал как-то так, ну, думает, ладно, хорошо. Говорю, ну, хорошо, получил ты доступ, говорит, ну, что-то поменял, ну, у нас там образуется оборудование, ну, ладно. Говорю, хорошо. Удлиняем уход и ставим в форму оплаты через Бирбанк. Вот тут, и глаза совершенно по-другому меняются, они понимают, так, опа, а вот это проблема? Мы продали аппаратуру к нам приедут, а деньги тебе ушли. Вот это классно. Вот, и вот тогда они понимают, то есть, только таким агаром, только, безусловно, прийти, показать, но если это не коммерции, там нет ничего такого, что конкретное может экспрессовать, безусловно, они этого не поймут. Но, на другой стороне, опять же, этого будет с них, не с себя. А если конкретно стоит задача на то заходы, то только с этой коммерцией, да, тогда только можно продемонстрировать, что это действительно серьезно. По-другому врачи просто не пугаются, видимо, отсюда управляют все проблемы с тем, что не ставятся апдейты. Опять же, есть вообще такая проблема, что врачи очень классно любят делать стандарты, то есть, стандартизацию, что напишут, что вот такой-то набор, ой, это нормально, и все ставят. И это не пешит, но вот, да, вот, я уже видел, вот такой нашелся. То есть, он поставит, думает, что это классно и здорово. То есть, если тут инвертизация есть, это не значит, что ее нужно обязательно использовать, то обязательно сначала нужно самим проверить. Потому что кто ее писал, тоже не факт, что он вообще в безопасности все знаком. Поэтому, когда поставят какую-то стандартизацию, сразу влезет куча ошибок. Вот сейчас, опять же, видите, ребята, у кого-то, что же много, они сами писали, в принципе, какие-то, в связи. Вы, те, как вы, как вы, но, вот, которые они пишут, зачастую, оказывается, не самого лучшего, который мог бы быть. То есть, что-то это рекомендует, то есть, ребята, которые промеждают. Есть здесь презентации. Как вы, быть? Заниматься пертестом? Это белое, продолжается делать черное? Нет, почему? Можно заниматься белым, черным, как угодно. Даже черное можно брать официально. То есть, ты приходишь, и тебе заказывают черный тест. Но учиться-то понятно, да, нужно самому, безусловно, я не спорю. Как правило, даже 90% хакеров, они, как раз-таки, пишут намного хуже, чем профессионалы. Тем не менее, у них просто немножко взгляд на совершенно код другой. То есть, они смотрят на него, как на потенциальную зиму, независимо от того, что. То есть, они его еще даже не отпечатали, они уже думают, вот там дыра. А сетевый администратор, не видя код, думает, он безопасен, он мне классно работает, и вообще супер. Просто потому, что он так работает. Да, просто потому, что он складывает так он, и когда он покажет эту зиму, он подумает, да мысль возьмешь. Ни фига подобного. Вот и все. Поэтому хакеры, да, они пишут хуже, но эффективнее. Ни фига, это да, это неоптимизированный код, но это нужно. Что им можно делать? Они могут учиться сами, только по собственному желанию, либо, опять же, есть курсы, есть, да, курсы по кибербезопасности, и там как раз-таки научат, как и безопасность, так и абсолютно хакерингу. Да, нормальные курсы по кибербезопасности, считают то и другое. Ну, да, опять же, если человек не возьмется, не захочет, он не пойдет включить. Ни за что, никогда. Но когда-то он придется это делать, чисто из-за того, что потому что когда-то столкнется с такой фигней, что вот он нашел дырочку, он понимает, что да, вот она есть, но написать он не может, потому что он еще не раскопал, он как бы фактически предмассировать ее не может. Да, и ему придется набираться знаний. В хакинге, что проще, тебя никто не заставляет, ты начинаешь учить сам. Ты зачитываешь, нашел одно, пошел другое, и учишь постоянно, что мы себе там, неважно. То есть, либо так же, как мы там пишешь, какие-то доклады, рассказываешь, делаешься тем, что тебе понравилось, что ты нашел, либо не делаешь, либо даже какие-то закрытие памяти. И ты это все равно делаешь, в каком-то проявлении. Потому что, когда ты интересный, ты все равно будешь там усовершенствоваться. А какими темпами тоже есть, смотря, в какую, например, в область ты пойдешь. Что конкретно от себя можете перебирать, и считаете, что это безопасно? Это безопасно. Вы крылья здорово, но... Хочешь по старшему брату, смотришь, чем ты заявляешь. Шифрованный хард. Шифрованный аппаратно-шифрованный физически. Есть харды, которые шифруются на физическом уровне, то есть они шифруются железом, сверху стоит импорт, и возле шпин. Если вы не знаете, если есть партнерологический, но не рад ли, как вы будете с этим с этим тайком, то чем бы ты ни шифровался, у тебя все равно ключ, а не трех рублей. Логично. То есть вот здесь сейчас ну, собственно, как ты считаешь, ну, может быть, это стоит его покупать. И сходя, потому что люди уже есть, что они не знают, или наоборот. Но я вообще не гонюсь от различной безопасности, потому что я считаю, не хранить на чем столу на компе все самое классное. Я храню какую-то часть, но это ничего не дает. То есть группа ВРА, вся информация, которая в техническом компьютере, ну как я бы советовал, не хранить так, чтобы можно было показать пальцем, но нельзя было ничего доказать. Когда могут показать пальцем, тогда что лучше, чем не показали. Это делает тебе какой-то статус, это делает тебе обсуждаем, но если они не могут ничего доказать, они не могут ничего доказать. Вот и все. Не надо просто перейти на компьютере, ничего. На самом деле, шифрование, оно всегда может сниматься, оно всегда будет дырявым. Либо оно будет покупано, либо оно будет дырявым. Одно из лучших, это разобрабатывать что-то свое. Хоть, это самый стабильный труд. Когда ты использовал, сейчас перестал, потому что я понимаю, что даже он не дает 100% безопасности. Я всего одну историю классно слышал, которая хорошо припевывала труд групп, и когда по СБшнике три месяца какой-то карт пытаются расшифровать. Записал? Ну вот, они пытаются расшифровать, не расшифровали, и тогда он классно слетел, был бум, но потом я как-то подумал, так понял, что это просто очень занимает, но по времени не дает должность защиты. Да, да, да. Собственно, если говорить по безопасности. Здравствуй, хакер. Здравствуй, безопасность. С точки зрения личной безопасности, потому что будем говорить о начинающих безопасниках, они все равно будут ломать, это нормально, это профессиональный рост. С точки зрения сокрытия сейчас и так далее, смысла скрываться практически нет, если ты не работаешь с платежными системами и так далее, никто себя искать не будет, если нет прямого ущерба. Это во-первых. Во-вторых, если смотреть с точки зрения законодательства, я не говорю о картерах, я не говорю о прочих статьях, которые касаются уже экономических преступлений, мошенничества и прочего, а говорю еще о информационной безопасности. На данный момент у нас очень слабенькое законодательство с точки зрения доказательства, с точки зрения в принципе, как доказать факт совершения и так далее, если посмотреть по статьям, у нас есть три статьи, одна касается персональных данных, одна касается... эх, ладно, не буду врать, если кому-то будет интересно, можете обратиться ко мне лично. Доступ к персональным данным, доступ непроверен доступ к компьютерной информации третье не помню это у нас самые три статьи это самое смешное с точки зрения юридической если ты хакнешь то есть ты, грубо говоря, сидишь в общедоступной сети, запустил сникер угнал, как там вконтакте, поздравляю, это то же самое практически статья, если ты хакнул некий сервак, пусть он хоть военный, хоть еще что-нибудь, статья одна и та же, поэтому безопасность в России очень плохо, но если посмотреть дальше, то сейчас сходуется очень много пакетов, в том числе от федеральной службы безопасности, которые это очень быстренько дело прикроет, если не ошибаюсь, только в середине 15-го года и трафик будет бесконечно снижаться, что уж говорить, это вполне нормально, иначе был бы хаос. Тем, кто реально интересуется с точки зрения безопасности, как это вращается на государственном уровне, рекомендую почитать книги по форензинге, они есть и на русском языке, все-таки отделка у нас существует где-то, поэтому там вы найдете и в системе анатративных мероприятиях, информацию и прочие интересные информации с точки зрения, как это можно, как можно попасться, как можно не попасться, если вы занимаетесь какой-то не особо законной деятельностью. Ну или законной просто речи в целях. Тоже сами задавал, просто не понял. Какие-то еще вопросы? Так, читать можно просто совершенно разный уровень, давайте так, чтобы было бы интересно. Я в тот раз спрашивал, тогда народ проголосовал про синихинка с пуфми. Я прошел мыши нацел怪柔. Нет, не только в повет, но просто сейчас Kh epidermis можно слышно иметь? Даже在? Нет, это просто наrulюще, на самом деле, все, кто проектов имеют сайт. То есть если это проект Webby, то безусловно имеют твер. Если это проект какой-то физический, он все равно имеет the server. Сирование имеет тμα. То есть поэтому я утратился, поэтому я беру это. А синихинка с пуфми, он опять же упирается не только на сайты. Это просто самое непростошее, чтобы cycles для это показать, но гораздо больше всего. На самом деле он упирается опять же в сервера, то есть перехват программ, он также кланит все. А так, смещен спутинг, да, в общей сети, например, подмен трафика, размен трафика, шифровка, перехват. Это я показал, да. Буквально на своем посмотреть и практику вообще быть. Ну, мы можем подготовить, да, опять же, я уже поначал вопрос, собирался, кто делать подобное. Значит, мы можем притащить, поднять локалку, поднять какие-то сайты заранее готовые, потесить, посмотреть, объяснить, что как. Опять же, там будет немножко сделать сертификаты по Salescript тот же, как сделать так, чтобы сертификат не орал у нас и так далее. Ну, где-то так, да. Да, ну, безусловно, это нужно как бы планировать, это нужна информационная поддержка и нужны заинтересованные ребята, которые придут на буквы, которые захотят сесть, как бы, в круг это подделать. То есть, не просто так, когда пришли, а, да, ты есть, точно, да, у меня планшет есть еще остальный. Вот, чтобы такого не было, нужно, безусловно, чтобы был конкретно нацелен на ребята. То есть, если мы такие сможем собирать, то, конечно, будет здорово, да. В ближайшее время ждите у нас еще какой-то. Собственно, я думаю, что раз такой вопрос появился, мы сейчас с товарищем подумаем об этом и по сусекам поскребем, посмотрим, о чем можем рассказать. И сделаем небольшой опросик либо на своих страницах, либо еще где-нибудь, и в том же ключе, я думаю, позволит создать опрос о том, о чем мы хотели бы рассказать. Веб-технологии замечательные, если кому-то будет интересно, вопросы физической безопасности, вопросы доступа. Мне кажется, сервер это хорошо, но если подходит человек и делает это из розетки, это не менее опасно, чем просто... Кстати, вот там, радость, вот, если я пришел, я спрашиваю, насколько вообще реально от нас будет защититься или нас будет защититься, что это такое вообще? Вот, первое, что ты как-то не трогал, прикрасил. Сделал, показал, и учитывал. Когда человек зашел, когда человек сядет на такой кузов, он сказал, что нельзя, поэтому уже не делал. И ему объяснилось, что можно сделать, по-моему, и устроить. Он очень приятно. И это не так, понятно. На самом деле, если по безопасности смотреть с точки зрения привлечения кадров, с точки зрения, как сказать, в Санкт-Петербурге, как минимум, в трех-четырех кузов все-таки обучает опросионной компьютерной безопасности, стоит, с точки зрения публики, продемонстрируя пару технологий привлечь молодые кадры. Потому что то, что читает, это... То, что читает официально в вузах, это хорошо, это замечательно, но это немножко устаревшие лет так на 15. Согласен. Вот хотел сказать, если вопрос будет не плохо, и уже это все плохо. Как плохо? Есть в России добрые вузы, где учит хорошо, но не факт, что вы туда попадете, и если туда попадете, оттуда вы будете работать в частной кондоре. Ну все просто убрется в то, что да, сразу структуры хапают, и вся классная работа, и все те умения, которые ты вроде бы как бы знаешь, все вверх, они будут не на то, что ты бы хотел, это совершенно скучно просиживать и заниматься тем, что тебя сходит сверху. Когда ты как бы занимаешься свободной безопасностью, ты уладишься в этот некий кайф, ты как бы делаешь то, что ты хочешь. Да, ты занимаешься в обществе, у тебя это интересно. Да, с точки зрения безопасности, как бы безопаснее, он так здоров, что человек занимается тем, что ему нравится, просто это здорово. Собственно, если смотреть, в принципе, по самым серьезным безопасникам России, это имбутумение Баумана, безусловно, и это, безусловно, институт криптографии ПСБ. В ПСБ вы не попадете в такой подготовке. Это стендер Баумана, там стоит PHPMyAdmin уязвимая версия, и по нему подходит слайд. Проверено, сделано. Искучительный язык ознакомления, да? Я написал сообщение. А? Хорошо. Они не стоят? Да не знаю, я просто забуду, если посмотрю, если бы он домой. Это случай, что он не тот, который там был здесь? Нет, 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 нет. Там исполнение у нас среди всякой команды. А, через сетап? Да, через сетап правильного момента. Да, через сетап правильного момента. А, в первую очередь. А, в первую очередь. Ну вот, это... Экзамичка и одна земля есть. Причем, в доме, в доме есть, но он тоже, конечно, помедлим. У меня есть опять же. А, на самом деле, в том числе, 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 в том числе. В скайпе. Да. Спасибо. В общем, вы говорили, в том числе, спасибо. Мир не без добрых людей, не без добрых технологий. Я понимаю, что нет записей на территории, ни на одну территорию. Нет там записи термируя. Ну, фактически читать не можем, потому что можно уже, по сути, если есть и с помощью этого. Ну да, может быть, и другие изменили, что у меня тоже. Что бы еще хотелось бы сказать? На самом деле, технологии-то замечательные, но, мне кажется, одно из вариативных, чего можно было бы прочитать и рассказать, кому будет интересно, это будет не интересно не только молодым специалистам, но и, в принципе, кто более-менее опытен, вопросов управления безопасностью с точки зрения организации, с точки зрения подошвы. С точки зрения классификации кадров, кто что должен делать по-нормальному, а не как это делается у нас. Как это должно быть выглядеть, в принципе, в последние месяца три, увлекаясь одной милой сертификацией, к сожалению, не российской, и... Ну, к нашему сожалению, к моему лично, я думаю, и к остальным, кто, к сожалению, если не лезть туда, далеко не ползешь. Поэтому приходится лезть туда. И с точки зрения управления, классификации кадров, это, скорее, было бы интересно не начинающим специалистам, а более серьезным людям. И об этом есть что рассказать, есть что показать в типичной модели ошибки. Ну, когда тогда он стал тоже анонсировать какие-то другие ивенты, то, если будет интересно, я могу почитать про банковскую безопасность, потому что, ну, первое, мне это интересно, я это копал. Копал патенты, кредитные карты, потому что мы их воруют, как они устроены, как защитить. То есть я копал патенты, копал патенты, которые открыто писали работу, поэтому у меня есть уже полгода, грубо говоря, доклад, то есть я, например, мог про это показать и показать, почему оно так. Да, 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 про старые карты, как бы, про транзации, да, и где оно происходит, почему. Мне кажется, здесь мы сейчас рассказали, как прошли, как это просто, как взорвало бы все. Не, нам понадобится суть рассказывать, грубо говоря, там, 10 минут делать чисто теории, поэтому, а вот именно про старые карты, как бы, с точки зрения даже позиции, почему они воруются, и с точки зрения безопасника, почему они не защищаются, рассказать, наверное, было бы правильным. И сразу ставим большую стальную дверь, пока нас не вынесли, не закрыли, если мы не считаем подобной лекцией. Вам спасибо, что дошли. Я же в ближайшем офисе. В ближайшем, честно говоря, не знаю, как срастет. Как срастется, вопрос с заднем в ближайшее время. Там, отголосуйте, просто, ну, да, в ближайшем, в ближайшем месяц, в ближайшем саднем. В ближайшем саднем. Прочитаешь. Раньше до замечательных садеб... В ближайшем... Пошли. Позрачок. Позрачок. Мы вам выложим за члены. Позрачок. 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 Бавашарев. Доклад. Рашай. Позрачок. Позрачок.